Поздравляем со столетием! Ваша любимая внучка приготовила сюрприз. Голографическая карта, отображающая все места, где вы побывали не только на Земле, но и во Вселенной. Хоть вы и не побывали в космосе в прямом смысле этого слова, вы жили на вращающемся камне, который мчался вокруг Солнца, проносясь сквозь галактику, и с этого момента путешествие становится только более захватывающим. В деле определения местоположения наметился определенный прогресс. Но насколько именно? Ваш атлас начинается с поверхности планеты. За всю жизнь вы прошли около 120 тысяч километров, что эквивалентно трем кругосветным путешествиям. Ежедневные поездки на работу или в отпуск добавляют еще немного. Это все прекрасно, но вы не учитывайте, что каждый день совершаете пируэт в космосе из-за вращения планеты. Полученная таким образом дистанция у каждого человека своя. Те, кто находится ближе к полюсам, описывают меньший круг, чем те, кто находится на экваторе. Живя на полпути между ними, вы преодолеваете по 30 тысяч километров в день, даже не пошевелив мизинчиком. Правда, ваше перемещение не описывает идеальный круг. Больше похоже на завитушку. Так как Земля обращается вокруг Солнца по эллиптической орбите, то каждый год она прибавляет примерно еще 940 миллионов километров. Но на этом все не заканчивается. Вся наша солнечная система находится внутри гелиосферы – пузыря заряженных частиц, испускаемых Солнцем. Этот пузырь вращается вокруг центра Млечного Пути, в котором находится сверхмассивная черная дыра со скоростью около 200 километров в секунду. Один полный оборот по орбите занимает 230 миллионов лет. Это означает, что с момента появления первых динозавров прошло немногим больше одного галактического года. За 100 лет вы станете свидетелем четырех десяти миллионных долей одного оборота. Это еще 600 миллиардов километров, или 2200 перелетов туда и обратно от Земли до Солнца. Наша галактика и более сотни соседних, вместе составляют местную группу галактик. Млечный Путь и Андромеда несутся навстречу друг другу со скоростью 125 километров в секунду и столкнутся примерно через 4,5 миллиарда лет. Местная группа представляет собой пятнышко в сверхскоплении Девы, которое само по себе является лишь одной из многих долей сверхскопления Ланьякея. Это необъятные небеса по-гавайски, содержащего более 100 тысяч галактик. У этого сверхскопления есть таинственный гравитационный центр, называемый Великим Атрактором. Поскольку все эти огромные массы гравитационно притягиваются друг к другу, движение нашей галактики гораздо более беспорядочное, чем по чисто круговой орбите. Относительно Великого Атрактора, за жизнь вы преодолеваете 2 триллиона километров со скоростью около 600 километров в секунду. Как вы уже догадались, сверхскопление Ланьякея тоже движется относительно других объектов во Вселенной. Правда, у Вселенной центра нет. Для измерения астрономы используют космический микроволновый фон, или КМФ. Это эхо ранней Вселенной, которое включает в себя низкоэнергетические фотоны, постоянно разлетающиеся повсюду во всех направлениях. Представьте, что пока вы стоите, вас обдувает ветер с одинаковой скоростью со всех сторон. Когда вы бежите, скорость ветра, дующего вам в лицо, была бы выше, в то время как ветер в спину был бы более мягким. То же самое происходит и с реликтовым излучением. В каком бы направлении мы не двигались, оно нарастает. Это называется эффектом голубого или красного смещения. Измеряя степень и направление этого смещения, мы можем определить, куда мы движемся и как быстро относительно реликтового излучения. Если гравитационно притягиваться прямо к великому аттрактору, то в лицо будет дуть электромагнитный ветер в 630 километров в секунду. Подытожим. Вы вращаетесь по спирали вокруг Солнца. Солнце вращается вокруг сверхмассивной черной дыры. Все это стремительно несется к другой галактике, хаотично огибая сверхскопления в бескрайнем космосе. Но вы ничего этого не чувствуете в нежных объятиях земной гравитации. Если бы вы провели прямую линию от точки, где вы родились, до того места, где вы находитесь сегодня, она составила бы примерно одну пятую светового года. Звучит не очень значимо, словно это прогулка по парку или созерцание заката. Хорошо, что так много удивительного в нашем столь коротком жизненном пути. Озвучил Инкор Кадет. Не забывайте подписываться, ставить лайки, всякие штуки там нажимать для космического баланса. И сегодня снова герой дня Матвей Щербаков. Спасибо за чай. Заглядывайте почаще, если великий аттрактор разрешит, то мы с вами скоро услышимся.